В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне тысячи россиян участвуют в акции «Лес Победы». Миллионы деревьев в памяти погибших будут высажены в 2015 году почти в каждом регионе страны. На этой неделе такая акция прошла и в нашем городе. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашего государства. И наш долг – не дать времени стереть память о великом подвиге нашего народа. В этот юбилейный год в городах России планируется выполнить посадки 27 миллионов деревьев с именами погибших воинов. Каждое дерево будет иметь табличку с именем одного из наших соотечественников, который внёс свой вклад в Великую Победу 1945 года. Славянский-на-Кубани в день освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков ветераны Великой Отечественной войны вместе с молодёжью высадили первые деревья клёна и липы. В нашем городе Лес Победы заложили около легкоатлетического манежа. Рядом с молодыми деревьями установили специальные таблички с именами тех ветеранов, кто участвовал в посадке. Вместе с ветеранами в высадке деревьев участвовали глава Славянского района Роман Сенеговский, глава города Александр Коновалов и председатель районного совета Григорий Литовко. Это будет начало акции, начало аллеи, которая будет расти. И будут напоминания нашим детям о наших ветеранах, о освободителях нашей станицы, ну вообще о ветеранах. В числе тех, кто участвовал в высадке именного дерева, ветеран Великой Отечественной войны, воин-освободитель станицы Славянской Иван Дмитриевич Литовко. Эта акция нужная, памятная. Она будет очень долго существовать. И, как говорится, может до 100 лет. Фамилии, которые мы оставляем свои, это будет память для молодежи. Принять участие в акции может каждый. Высаживать деревья можно вместе с ветераном войны и семьями погибших. Можно организовать высадку будущего леса учащимся и педагогическим коллективам школ. Можно посадить именные деревья в честь конкретных людей около своего дома. Это даст возможность тем, кто не знает, где похоронены его близкие, поклониться их памяти. Ведь память не имеет границ ни во времени, ни в сердцах. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».